Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня среда и, как обычно, в прямом эфире программа «Главная». С вами я, ее ведущая Нина Демогла. Сегодня текущую политическую ситуацию в стране и главные политические вопросы этой недели мы обсудим с гостями нашей студии. А в гостях у нас сегодня представитель партии социалистов Республики Молдовы, это Стас Вартанян, также представитель партии «Наша партия» Ильян Кашу и представитель демократической партии Анатолий Загородный. Добрый вечер, господа! Добрый вечер! Мы начнем нашу дискуссию после очень короткого сюжета, который я подготовила к сегодняшней программе. Внимание на экраны! Более недели назад депутаты парламента Молдовы проголосовали за изменение избирательной системы. Причем голосовали не за один, а сразу за два законопроекта, предусматривающие сразу и смешанную и мажоритарную избирательную систему, вместо нынешней пропорциональной. В связи с этим депутат Валерий Угилецкий заявил об объединении этих двух законопроектов. А госпожа Апольский, которая является председателем юридической комиссии, говорила, что в течение пяти дней будет представлен более раскрытый план проекта об изменении избирательной системы. Тем временем протест против избирательной системы в Кишиневе прошел 14 мая перед зданием Молдавского парламента. Как сообщили активисты протеста в социальных сетях, что этим действием они продемонстрировали отсутствие широкого консенсуса в обществе по вопросу изменения избирательной системы в стране. Какая избирательная система наиболее оптимальна для Молдовы? Удалось ли митингующим к чему-то прийти 14 мая? На эти и другие вопросы нам сегодня ответят гости программы «Главное» в прямом эфире специально для ТВС-21. Дорогие телезрители, я напомню, что мы в прямом эфире. В течение следующего часа вы нашим гостям можете задать вопросы, которые я обязательно постараюсь адресовать тому, кому вы их задали. Дорогие гости, наверняка вы уже поняли, на какие темы мы будем говорить о изменении избирательной системы, о минувших протестах, которые прошли 14 мая в Кишиневе. Господин Вартанян, если в начале нашей программы я хотела бы понять, для оппонентов ваших в том числе было несколько неожиданным те законопроекты, которые были приняты в первом чтении более чем неделю назад. Для партии социалистов это было неожиданностью? Я думаю, что любой маломальский человек, который более-менее разбирается в политике, даже на уровне обывателя, видя, что происходило последние несколько месяцев и с того момента, как демократическая партия запустила массированную кампанию везде, начиная от телевидения, заканчивая билбордами и флайерами, сборами подписей. Все прекрасно понимали, что никаких неожиданностей нет и не может быть. Я уже не говорю о политических партиях и аналитиках, потому что я думаю, что ни один из моих коллег и людей, которые сидят здесь, и в том числе представители других партий не могут сказать, что они верят в то, что при той машине и тех финансовых средствах, которые демократическая партия начала тратить на продвижение этого проекта, в какой-то момент они просто скажут, ну ладно, мы передумали. Поэтому все прекрасно понимали, что этот проект запущен и система будет изменена, так или иначе. Это первое. Второе. Я думаю, мы также все согласимся, что когда этот проект поступил в парламент, мы знаем опыт демпартии, опыт властей последних лет особенно, что премьера избирали в течение 20-15 минут, и, грубо говоря, даже массовые протесты на улице не останавливали власти. Мы все прекрасно понимали, что ожидать от демократов ничего другого нельзя было. То есть в любой момент этот проект вышел бы на повеску дня. Поэтому социалисты, понимая это, вышли с альтернативным вариантом, о котором, я думаю, мы в том числе сегодня поговорим. Хорошо. Господин Варданян, также ваши оппоненты говорят следующее, что да, в первом чтении проект, который продвигался демократической партией, то есть об изменении на мажоритарную систему, он мог бы быть принят, но дальше бы он не прошел, если бы партия социалистов якобы не поддержала, и не поддержала тем самым, не выдвинула бы какую-то альтернативу. Я хотел бы напомнить нашим оппонентам, грубо говоря, о том, что происходило в парламенте, что на момент голосования, во-первых, в первом чтении он был проголосован, 52 голоса были. Ну, так достаточно большинства просто. Абсолютно. А дальше? Во втором чтении, опять-таки, второе чтение, понятно, в этот день бы не было, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что были какие-то голоса о том, что социалисты должны были выходить, не обеспечить кором. Дорогие друзья, и господин Загородний может меня подтвердить, насколько я помню, на момент первого чтения в зале было 86, по-моему, депутатов. Потом, даже если бы либералы вышли, все равно бы 76 депутатов минус 22, которые были от социалистов, это было бы 54 депутата. Поэтому, в любом случае, демократы с социалистами или без проголосовали под этот закон. Поэтому, а все инсинуации по поводу кворума или чего-то, ну, это беспочвенное обвинение. Вот. Поэтому, никакой, ни для кого не было секретом, что демократы будут наставить на этом проекте. Мы видели, что никакой большой реакции со стороны Европы и Запада в целом и американцев не было. Да, какие-то заявления отдельных европейских чиновников, отдельных европейских партий было и в пользу, и против. То есть, на заявления двух европейских партий демократы ответили заявлением, там, социнтерна, Айала и так далее. То есть, это все, ну, это все политические заявления. И то письмо, которое было подписано несколькими партиями, отправлено в Венецианскую комиссию, как противовес. Ну, простите, пожалуйста, я думаю, что для демократов это письмо не ровно, потому что у них своя повестка нет. То есть, я правильно понимаю, вашу точку зрения. Вы считаете, что те, кто говорит, что партия социалистов подыгрывает правящему большинству, скажем так, вы считаете, что это просто политические заявления? Нет, 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 стоп, стоп, мы не говорили про подыгрывание большинству. Я не очень понимаю, как можно сказать. Те, кто говорят о подыгрывании, это политические партии. Об этом говорят ваши оппоненты. Давайте, чтобы закрыть эту тему. Значит, на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что по всем социологическим вопросам в следующий парламент проходит минимум две, но, наверное, три партии. Это партия социалистов, очевидно. Партия Майя Санду, которая после того, как Настасья сдал ей президентуру, борьбу за президентство, Майя Санду. И третья партия, это демократическая партия. Почему? Потому что у них административный ресурс, у них финансовый ресурс, у них медийный ресурс. И мы знаем, как было на местных выборах, мы знаем, как было с Мариатом Луп, у которого 2% превратились в 14 буквально за несколько дней до того, как его сняли в пользу Майя Санду. Поэтому я не понимаю, как наши оппоненты могут в чем-то обвинять нас в подыгрывании, когда наше предложение, наоборот, делает возможным. В том числе, я знаю, что Илья не согласится со мной, но в том числе и нашей партии, у которой сильные позиции и на севере, и сильные позиции в некоторых примариях, некоторые примары, которые, в том числе и им дадут возможность пройти в парламент. Хотя сейчас, на сегодняшний момент, по партийным списку, у них такого шанса, ну, может быть, есть, но он призрачный. Хотя, может, кто-то не согласится. Поэтому я не понимаю, в чем здесь подыгрывание. – То есть, вы согласились на смешанную систему для того, чтобы как-то выручить ваших коллег? – Да нет, нет, мы не согласились на выручить. Во-первых, в 2011 году Игорь Данун, когда становился председателем партии социалистов, он заявил в своем дискурсе, в своем выступлении, что мы выступаем в том числе и на смешанную. – У вас в программе записано, что вы выступаете за… – Потом в 2013-2014 было добавлено в программе. – Теперь, 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 самое главное, в сегодняшний момент демократическая партия запустила махину, и было очевидно, что система уже будет меняться. Если бы партия социалистов, которая выиграла выборы, как самая большая партия в парламенте, я не говорю сейчас, я говорю о том, что при выигрыше выборов самая социалистов, на тот момент была пара самая большая. И, в принципе, она считается самая большая, потому что я не считаю, что переходы… – Неважно. Вопрос. У нас ответственность перед избирателями. Мы не можем, если мы ничего не делаем, если демократы продвигают адамандатную систему, которая еще больше усугубляет, убивает парламентаризм и превращает парламент в… – Ну, о выгодах избирательной системы еще поговорим. – Это понятно. Зачем понимаем, куда приводит адамандатная система. Если бы мы ничего не сделали, мы не можем безответственно перед избирателем сказать, ну, извините, мы решили присоединиться к кому-то, написали песницо и ждем, что будет. Поэтому мы вышли с проектом, который не только альтернативный, одномандатный, но и улучшает нынешнюю систему в плане и диаспоры, в плане количества участков, в плане студентов, которые могут более доступно голосовать, в плане количества бюллетеней, в плане голосования двух дней, хотя там понятный юридический момент с Конституцией, что угодно. – И самое главное, в том числе и в плане преднестроя, потому что для нас это стратегический проект воссоединения страны. – Ну, мы об этом еще поговорим. Хорошо, я поняла вашу позицию. В общем, спасибо. Господин Кашу, на самом деле у социалистов с 2014 или с какого года в программе прописанная система? – Ну, с 2013 года. – С 2013 года прописанная система. – Вы можете еще уточнить несколько минут, но если вы дадите мне слово, я скажу. – Да, я хочу предоставить вам слово. – Я хочу сказать, что с самого начала, что вот это изменение избирательной системы, это искусственный ложный приоритет на повестке дня Республики Молдова. Этого хочет сильно хозяин этой страны по имени Плохотнюк, чтобы решить свою политическую проблему на следующих выборах. Он просто хочет менять правила электоральной игры, потому что все достоверные соцопросы показывают, что Демпартия просто не проходит 6-процентный барьер. В этом есть главная проблема. И немножко реплику, и потом я расскажу по позиции нашей партии и про мою поездку в Страсбург. – Но по соцопросам и ваша ситуация не совсем радужная. – По соцопросам, я хочу сказать, я довольно критически относился и лидер нашей партии, то, что сделала партия социалистов 5 мая, то есть особенно Игорь Додон, потому что он пришел в роли знаменитых героев американского мультфильма Чиппендейл, и как спасательный круг для Плохотнюка. Естественно, Плохотнюк вел агрессивную кампанию в стиле Геббельс, два месяца, очень дорогую кампанию, и там Демпартия просто лгала молдавским гражданам, что эта кампания была выстроена на одном элементе, что граждане могут свободно отозвать депутата. Если не нравится, можно отозвать. То есть по смешанной системе госпожа Апольски официально сказала, что этого права у молдавских граждан не будет. Но Плохотнюк и Демпартия, вы знаете, они работали по простой схеме лоббистов, это международная практика, когда ты что-то хочешь реального, и твоя цель другая, но ты зашкаливаешь планку, требуешь что-то радикального, это одномандатная система, мажоритарная 100%, но в реальности Плохотнюк, ему выгодна смешанная система, 50% одномандатников, почему? Потому что он успешно тестировал этот пилотный проект Гагаузской Атономии в 2012 году, в 2016 году, где у Демпартии рейтинг ниже 1%, но все равно после выборов в декабре 2016 года в Народном собрании Демпартия контролирует законодательный орган автономии. И как это смогла сделать Демпартия, мы все прекрасно знаем. То есть это коррупция. Но и предлагать альтернативу Демпартии в условиях, господин Вартанян, в условиях захваченного государства, не имеет значения, что за электоральная система, мажоритарная, смешанная или одномандатная. Она же основана на верховенстве права. Каждая электоральная система, дорогие мои, дорогие телезрители, мы живем в условиях захваченного государства, как сказал Ягланд в стадии Нью-Йорк Таймс в 2015 году. То есть все институты права в нашей стране под контролем Плохотнюка. О чем мы говорим? Вы говорите о Гагаузе, там одномандатная система. Вот я вот задала вопрос, социалисты, у них записана же смешанная система. Вы знаете, это не имеет значения детали. Детали не имеют значения. Почему 5 мая эти две или три партии за полтора часа договорились? Они договорились концептуально, что будет Плохотнюку нужно как воздух хотя бы 50% одномандатников. Хотя и там, где он может скупить все, в каком мире, на какой планете мы живем, в этом одномандатном округе он... Я поняла вашу позицию. Не, если вам еще есть что добавить, то я хочу в общем... Не, ну у меня небольшая реплика по поводу Ильиана, по поводу того, что очень коротко вы сказали по поводу спасительного круга. Я тоже стараюсь не прерывать, но просто спасительного круга, значит, я еще раз повторю. Что бы ни говорили оппоненты, значит, демократы не останавливаются по поводу всех... Это все разговоры в пользу бедных. Захвачено... Мы все прекрасно понимаем, что это захваченное государство. Мы все прекрасно понимаем, что... И президент захвачен? Стоп. В том числе... Нет. Нет, президент захвачен. А народ является страной, да? Правильно. А кто пошел на это, чтобы президента избрали народ? Не демократическая партия изменит? Нет. Хорошо. Что нет? Что нет? А кто обратился туда? Кто обратился в... Демократическая партия контролирует государство? Нет, я говорю, кто обратился в... Демократическая партия ничего не имеет как предполагать президента. Но! Вопрос в другом, Ильяна. Давайте говорить... Реал Палтик. Вы любите, вы знаете, что такое Реал Палтик. Реальная политика. Значит, ну, политик называется. Реал Палтик, да. Неважно. Значит, мы все прекрасно понимаем, что в отсутствие альтернативного проекта демократы продвигают одномандатную систему, они его добьются. Раз. Два. Детали. Дьявол кроется в деталях. В отличие от Гагаузии, социалисты предлагают 50%, которые одномандатные, чтобы из них еще 50% уходило на диаспору и на Приднестровье. Я не вижу, как Плохотнюк может скупать депутатов из диаспоры, особенно из прозападной диаспоры и пророссийской диаспоры. Раз. Я не вижу, как Плохотнюк может скупать депутатов на севере-юге, и на севере-юге. Вы же понимаете, что... Алло. Господин правитель. Вы же 20 минут уже обсуждаете между вами. Может, я могу уходить или что? Да, господин Загородный, я обязательно вам предоставлю слово. По очереди. По очереди. Имейте уважение друг друга. На реплику, поэтому... Реплики потом. Господин Загородный. Да. Поэтому, господин Загородный, скажите, пожалуйста, это действительно, как ваши оппоненты говорят, регистрация в первом чтении этих законопроектов действительно была неожиданностью и чем-то спонтанным? Давайте так. Давайте сначала успокоимся. Будем уважать друг друга на этой передаче. И не будем по этой передаче... Нет, господин Загородный, чтобы вы поняли, у каждого есть право для реплики. Я есть право. Давайте будем обсуждать так, коллегиально. Есть у каждого свои взгляды, вопросы. И все у нас есть концептуально, и все. Ваши оппоненты говорят, что это было неожиданно. Ваши оппоненты могут говорить что угодно. Я начну с того, что в 2015 году на площади Великого национального собрания, 6 сентября, был многотысячный митинг. Многотысячный митинг тогда был. В каком году? В 2015 году. Правильно? После этого люди вышли на улицу, начали скандировать уровень жизни. То-то-то. Потом после этого. Кто после этого взял инициативу после этих митингов? Взяли несколько внепарламентские партии. Начиная с которой была создана вот эта кумстно-мештей платформа Демитати Шадивер. Не буду их рекламировать, но все их знаем. Под какой-то там неправительной организацией на сцене там сидели. И начали выдвигать тогдашнему формату правления нашей страны требования. Что? Первое. Включая и партию социалистов. Что народ хочет, чтобы президент был избран прямым голосом. Народ хочет, чтобы избирательная система в Республике Молдова была изменена. Чтобы перешла не на смешанную, а на одномандатную. Вы поднимаете видеозаписи. Там же есть центральная площадь, когда они поставили сцену и все кричали. Начиная на Стасе там. Все-все-все-все-все. Не буду их... После того еще и Пеледемия прикнула к ними. И многие партии парламентские и не парламентские. И начали скандировать, что мы хотим вот это вот это вот люди. Все опросы говорили, что 80-90 процентов, что президент должен быть избран народом. Надо, чтобы была изменена система электоральная. Чтобы каждый человек в каждом округе знал своего депутата. Чтобы его избрали. Чтобы могли так грузить его вопросами. Чтобы он решал. Я согласен с вами, что там было чуть-чуть. Потому что надо изначально изменить конституцию. Для того, чтобы отозвать депутата через мандат. Здесь конституционно мы так не... Было и это... Реклама была неправильной. Была правильной, но надо было пойти до конца, до изменения конституции. Поэтому мы этого закона, который мы приняли основного закона по избирательному смешанной системе, это убрали. Нет уже в законе там. Поэтому и в Венецианской комиссии нам... Мы им уже говорили об этом. Поэтому нынешняя власть в лице демократической партии, те, которые сейчас находятся во власти, и в парламенте, и в правительстве, они прислушивались к тому, что хочет народ. Переходим на то. Переходим на то. Даже вот коллега напротив. Даже я сейчас был на другой передаче с коллегой из Паладемы. Говорю, у вас же в программе записано еще с девятого года, когда вы пришли в парламент Паладемы, что вы придете во власть, и будете изменить избирательную систему, перейдете на одномандатную или на смешанную. Есть домный ЦАП? Я с ним был на телевидении. Говорит, есть. Так что вы сейчас... Прошло 8 лет с тех пор, как у власти были. С девятого года. Почему вы не двигали этот вопрос? Сейчас люди вышли и хотят этого. Вот даже того, что собрали 850 тысяч голосов. Да, демократическая партия пошла по одномандатной системе. Но, господин председатель парламента, господин Канду, я буду, чтобы понять не по-простому, что он организовал 2 или 3, не круглые силы, а слушания по этому одномандатному изменению закону электорального. И я вам говорю, я участвовал на одном из них. И те, которые участвовали, и общественные организации, и с Академии наук, и повсюду, и ЦИК, и все парламентские фракции, большинство говорили про смешанную. Больше говорили, склонялись по смешанной системе. Убираем во внимание то, что мы говорили сейчас. Где мы видим, как мы видим открытие там в Приднестровье, вопрос, чтобы объединить страну. Как диаспору, как увеличить там, например, голосование от 3 тысяч до 5 тысяч. И то, что социалисты предлагали в своем законе, мы тоже это убрали, чтобы голосовать два дня, голосование шло два дня. Хорошо, господин Канду. Поэтому этот закон об обмананной системе, он был очень широко, вы знаете, через рекламу, через всякие многие вот эти бильборды и все. Появился закон наших коллег 19 апреля, коллег наших социалистов, фракции партии социалистов. Хотя, господин Дадон несколько раз, в нескольких интервью, он всегда говорил, что он никогда не будет двигать никакую избирательную и законодательную инициативу. Есть, у него там шла Европа Либера, он говорил, и по другим каналам. Хотя, ну, это его высказывание, но мы говорим, что все-таки появилась вторая. Вторая, альтернативно. Почему все-таки партия демократов уступила социалистов? Давайте я еще 30 секунд поговорю, потом вы уже мне не дадите слова. Появилась 19 апреля второй законопроект о смешанной системе. Партия социалистов. И когда мы потом... Этот законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, для того, чтобы они как бы дали свой авиз на... Это как надо делать. И в порядке процедуры. И потом было такое решение принято, что если Венецианская комиссия приедет в Кишню, чтобы она не дала свой авиз по двум законодателям, мы должны их объединить в один закон, и пусть они скажут... Это моменты, которые мы обязательно обсудим. Ваш лидер вашей партии... Поэтому то, что проголосовали мы в парламенте, мы проголосовали в парламенте, у нас было большинство, и мы не хотели и Остя. Но изначально, когда появился второй уже законопроект, и берая во внимание то, что... И вот эти слушания, и то, что Остя... Первый шаг, мы приняли решение такое, что первый шаг делаем так, идем на смешанную, потому что все равно в эту смешанную идет и одномандатную. Посмотрим, как это будет работать до с 2018 года для следующих выборов. Но к 2022 году, если это будет работать хорошо, мы будем внедрять одномандатную систему по всей стране. Вот это и никакие договоры, и никакие там... Я вас поняла. Это идет от народа, чтобы вы поняли. Маленькую, маленькую. Уже господин Вартанян имел право, но сейчас моя реплика... Господин Загородный, очень интересный момент. В 2015 году платформа «Да» требовала изменений. Вы знаете, это не... Я не представитель платформы «Да». Извините, у меня вот есть реплика точно по то, что сказал. И господин Загородный, естественно, говорит, как господин Канду, Серджио Сырбо и другие. Вот я заметил... Нет, я говорю как Загородный. Они говорят, как я. Ну, это тактика демократической партии. Вашей партии. Это наша общая позиция. Господин Загородный, не то, что один так, один так. То, что люди на площадях требовали и избрать, прямого избрания президента. Вы правы. Но я почему заговорил о захваченном государстве? 4 марта господин Плохотнюк и господин Танаса, они так изменили конституцию, чтобы не допустить потенциально... А вы умеете доказать тому, что Плохотнюк изменил конституцию? Ну, давайте я выскажу, господин. Я не персонализирую. Говорите на институциях. Я говорил о захваченном государстве господина Ягланда. Это концепт, это термин. Они, ну, дорогие телезрители, они так изменили, чтобы не допустить потенциального соперника в президентской гонке, Рената Усатова. То есть, они немножко поигрались с возрастом. Да. Было 35, сделали 40 для того, чтобы не позволить Рената Усатому. Вот о чем мы говорим. Это очень важно. Если говорить полностью об изменении избирательной системы. Вот на сегодняшний день, там вот сейчас говорили о господине Настасе, о других. Они требовали изменения избирательной системы? Ну, это не важно. Требовали... Это очень важно, господин Танаса. Конечно, господин Танаса. Это очень важный момент. Я вам дал пример не случайно. Случайно. Потому что тут очень важный момент. Даже наше платье... Исключили нас из гонки. Почему? Потому что у нас был отличный шанс выиграть выборы в 2014 году. Потом был популярен Усатый. Исключили из-за возраста. И вот это суть захваченного государства. Это суть беспредела. О чем мы говорим? Вы знаете, если бы мы в вашей студии... И последнее маленькое... Две предложения. 15 секунд. Если бы... Я был бы рад вот с господином Загородным, с господином Вартанем, например, обсуждать вот такую тему вашей передачи. Способность молдавского государства сделать так, чтобы наши детей не отравили в детсадах, в школах. Сделать так, чтобы сельхозпродукция молдавских наших производителей попала в школах и в детсадах. Это очень-очень важно. Но это фальшивая... Это не приоритет для молдавского государства. Это не укрепляет молдавскую хрупкую демократию в королевстве Плохотнюка. Хорошо. Я вас поняла. Спасибо, господин Вартанян. Почему господин Кашу столь критичен? Почему он считает, что смешанная система пойдет... Ну, давайте так, не обижайтесь. Сколько раз господин Кашу назвал демократическим партингом? Я не обижаюсь, я пытаюсь разобраться. Я вас попрошу, давайте будем говорить по партийному или по таким... Не персонализировать. Потому что Плохотюк не пошел и написал в Конституционный суд Танас сделать так, сделать так. Есть Конституционный суд, есть институт за власть. Если вот сейчас нет Танаса будет, там другое избрали. Поэтому давайте так. Я говорил, вы стояли на трибуне рядом со всеми этими, которые и вы стояли, и ваш лидер партии, и все, которые... И остальные партии, я не буду их называть. И когда был ваш протест с вашими палатками. Что вы требовали? Поднимайте видеозаписи. Что вы говорили народу? Вы говорили власть народу, президент народу. Избирательную систему поменять, потому что депутаты должны быть то. Вы все стояли на одной сцене. И не отрицайте это, это все было. Все, можно мы сказать. Давайте так. Не надо говорить захваченное государство. Государственное государство, это в вашем термине того. Первое. Люди хотели прямых президентских выборов. Люди хотели досрочных выборов. Мы продолжаем идти в сторону досрочных выборов. Чему они хотели? И мы до сих пор хотим их. Третье. Я не очень помню, чтобы с протестов, когда были общие протесты, что прямо каждый день говорилось о том, что мы хотим выбирать депутатов. Более того, я уверен, что из тех 850 тысяч, из те живые подписи, которые есть, мы знаем, как на госпиталях собираются подписи. Я думаю, те живые подписи, люди в селах отдавали именно за то, чтобы депутаты ушли. За то, чтобы отзывать депутатов нынешних. Они просто не поняли, что речь идет о следующем парламенте. Вы считаете? Да, только в моих листах почему-то одни и один и тот же пофер. То есть вы считаете, что люди не разочарованы в общих братьях, а разочарованы в... Они разочарованы во власти. И теперь меня умиляет, что те, которые разочарованы во власти, причем те, которые сейчас протестуют, то против изменения электоральной системы, некоторые из них были во власти, но мы об этом еще говорим, о протестах мы еще поговорим. Маленькую реплику господину Кашу. В том числе и по... А ведь он будет давать им репликам? Нет, нет, ну маленькую. То есть он вообще не говорил про вас? Нет, он говорил про то, что он говорил по поводу снятия с выборов. В том числе и частично смешанная система... Значит, социалисты у вас снялись с выборов? Частично, нет, 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 почему социалисты? Частично дает небольшую гарантию, что поскольку в разогваченном государстве демократы могут снять по профсоюзной системе любую партию, они это уже доказали. Смешанная система. Это частично дает гарантию, что даже если снимут какую-то партию по партийным спискам, по одномандатным округам, на севере и на юге, по крайней мере, плохотнюк не сможет ни у партии социалистов, ни у вашей партии. То есть тут теперь получается, что... Демократам, хорошо, демократам придется по одномандатной системе, по смешанной системе бороться. Майя Сандуин, Андрея Настальевна, стадия в центральных районах. Больше 5-7 мандатов плохотнюк не получит по смешанной системе. Давайте так сделаем. Минуточку. Если вы перешли так на атаку на персону, я вам скажу так. Где я такой персон? Я вам напомню, я политик с 2004 года, в парламенте с 2005 года. И я прошел и правящую, и оппозиционную, и борьбу, и захваченное государство в 2012 году, на круглом столе, где это родилось, это, 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 как его, слога, не слога, на то, что мы сейчас... Термин. Да, термин. И я вам напомню, что если бы не было голоса трех наших бывших коллег, включая вашего президента народного, который вы так называете... Беспредел, который вы прилипали. Подождите, я вас не перебивал. Да, муж очень не перебивал. Когда надо было правящей коалиции, Плохотнюку, Филату и Гимпу, два голоса, то ты после нашего добивания партии коммунистов, добивания досрочных выборов в 2010 году, если бы тогда не голосовали бы за президента Тимофти, тогда еще бы было досрочные выборы, и не было бы такого, то, что вы сегодня говорите. А рады бы... Подождите. Вы приказы это знаете. Ну все, Гимпу уже было готово. Гимпу оставьте в покое. Не оставим в покое. Сейчас они не оставят. Подождите, но имей чуть-чуть уважение. Так его оставьте в покое. Мы сейчас говорим о Тимофти, Тимофти тоже прошлое. Я вам говорю, кто создал Тимофти, кто создал и укрепил. И укрепили вот это. Так, давайте все-таки вернемся к нашей семье. Мы говорим о том, что сегодня хотят люди. Люди хотят изменения. Люди хотели один раз за срочные выборы. Вы обеспечили тогда. Уважаемые гости, я... Отдай мне реплику господин Загородный и господин Вартанян. Да, господин Вартанян, вот я сделал это сравнение с Чипен Дейлом, но сейчас вот есть это сравнение Мать Тереза. То есть вы думаете о нас? Да мы не думаем. Мы думаем, обинтересно гражданам. Это неправильно. Но вы знаете, вот если гипотетически... Секундочку, пожалуйста, госпожа Дейлом. Я спокойно сидел и выслушал моих коллег. Если вы знаете гипотетически устроить соцопрос или компанию большую в нашей стране завтра. Люди, граждане, хотите смертную казнь? Люди вам скажут 98% хотим смертную казнь. Вот так. Это фальшивая тема на повестке дня. То есть люди говорят хотят... Люди хотят, господин Вартанян, ну не прерывайте, я вас уважаю. Люди хотят пенсий, зарплат, чтобы детей не отравили в школах, и в детсах люди задыхаются коррупцией. А людям плевать на электоральную систему. Новые правила нужны демпартии. Потому что господин Загородный обижается, что я перешел на личность партии. Ну партия социалистов не согласна с вашим мнением. Я согласен, что новая система нужна демпартия. Вы говорили за Гагаузию, за нашего коллеги из Гагаузии. А там мы... Давайте оставляем Гагаузию. Гагаузия это вообще мажоритарная система. Это вообще другой... Подождите. Вот говорили ребята, коллеги здесь, в вашем студии, что демпартия хотела создавать того же, что на данный момент в Гагаузии, что там ниже 1% ее популярности, и сейчас имеет большинство. Так? Вот так вы говорили? Я сказал, и так есть демократические партии. Я говорю, что это было и до демократической партии. Когда была партия коммунистов, тоже было большинство партий коммунистов по одномандатной системе в Гагаузии. И когда была не партия коммунистов, это тоже было. Когда было однородное собрание. Поэтому такая специфика там есть. Там идут все... Там вы... Например, господин Дадон в Гагаузии на президентских выборах выиграл 98%. Правильно? Да. Правильно? Пошли по народному собранию. Сколько депутатов вы взяли? Четыре. Ну, я не... Не, ну сразу... Поддержка чуть больше. Четыре у вас. Еще плюс пять. Нет, нет. Вы привели этот пример и говорите, что господин Плохотнюк хочет по сравнению ввести. Вот видите. Нет, нет, нет. Идет по смешанной системе, идет один результат. Идет по одномандатной, идет второй результат. А идет по пропорциональной, идет во все третий результат. Поэтому не надо... Во времена ПКРМ шли на выборах народного собрания от партии и проходили... А сейчас кто мешает идти от партии? Можно одну короткую реплику? Значит, в течение последних нескольких лет, начиная от рядовых кандидатов в муниципальные советники и заканчивая там кандидатов в депутаты и кандидатов в президенты, мы везде, во всех залах, плохо это или хорошо, но тем не менее, когда людей спрашивают, хотите ли выбирать своего депутата, по всей стране люди говорят, кто хотят. Это я не говорю в защиту одномандатного класса, я говорю о реальности, которая есть. Правильно. Теперь по всем вопросам, начиная от американцев ай-рай и заканчивая иди-светору, к сожалению, общество раздроблено сейчас. Треть хотят оставить, треть хотят выбирать и где-то около трети выходят за микс. К сожалению, такая ситуация. Это ситуация, в которой я не говорю о поддержке или не поддержке. Поэтому мы должны понимать, что когда кто-то говорит, что этого люди не хотят, или наоборот, то, что вы говорите, что этого не хотят, это не так. Но общего консенсуса по поводу избирательной системы сейчас нет. Это реальность. Среди людей. Вот-вот-вот, господин Варкалин, и сейчас требование Венецианской комиссии. Широкий консенсус, что поменять правила электоральных Если демократы и Венецианская комиссия говорят, что мы отзываем проект, и господин Дадон, и партия социалистов неоднократно говорила, отлично, мы также отзываем. Мы оставляем эту систему. Все должны понимать, наши люди должны понимать. Но господин Дадон говорил как-то, что он говорил с людьми, и люди за изменения. Мы для социалистов система и пропорциональная, и смешанная система. Нам с точки зрения политтехнологической, с точки зрения электоральной по большому счету небольшая разница. Потому что мы структурированная партия с большой поддержкой среди граждан. Но люди в итоге, что люди хотят? Мы хотим продвинуть некоторые моменты, связанные с диаспорой, с Приднестровьем, со студентами. Мы хотим сделать систему лучше. И это легче сделать через международную систему? Мы хотим найти компромисс, в том числе и в обществе. Потому что мы понимаем, что одними флешмобами в 200 человек и периодическими флешмобами в тысячу-полторы, как было в воскресенье, я не оскорбляю. Мы об этом еще поговорим. Господин Ватанян, и господин Кашу, я вам скажу, как бы слово для реплики, после очень короткой рекламной паузы, дорогие друзья, не переключайтесь. Документы, это опять и... Дорогие телезрители, я напомню, что мы в прямом эфире и в эфире программа «Главное». Я очень рада, что сегодня у нас в гостях люди с разным мнением, с разными позициями. Я думаю, что не каждая программа и не каждый телеканал может этим похвастаться. Поэтому в продолжении нашей беседы об изменении избирательной системы, господин Кашу, вы хотели... Буквально несколько секунд. Я в конце апреля возглавил делегацию нашей партии в Страсбурге, и мы полтора часа общались с экспертами Венецианской комиссии. Вот этот документ, это оценка Венецианской комиссии проекту смешанной системы в Молдове в 2014 году, это 21 до 2 марта. Это официальный документ. Комиссия тогда дала негативную оценку проекту смешанной системы в Молдове. Так что то, что сказал господин Вартанян, ну ничего не изменилось. А чем они оперируют? Почему негативную оценку? Ну давайте так, господин Кашу, не выизвините, я скажу так. Никогда. И в моей практике я знаю статус этой комиссии Венецианской. Мы еще, я как депутат с 5-го года говорю, что работали еще тогда, будучи во власти с партией коммунистов. Мы приняли где-то 256 законов, которые были ракурсами продателя Кио Куммунитар. И мы всегда, особенно вот эти уголовные коды, административные, гражданские, все вот эти ряды законопроектов, которые мы принимали по рекомендации, экспертизы Венецианской комиссии. Они только рекомендуют. И никогда Венецианская комиссия не скажет, это плохо для страны или это хорошо, это негативно или позитивно. Они всегда стремятся к тому, чтобы быть рекомендательной, чтобы держать свой статус рекомендательного органа. Они говорят, было бы хорошо вот так, а было бы вот, берите во внимание то, берите во внимание то. Там есть где-то 4 пункта. 5, где написано, что как вы видите, я знаю эту экспертизу. Там написано, да, написано, как вы видите смешанную систему в Приднестровье, как вы видите смешанную систему в диаспоре, в заграницах, чтобы увеличить там, вот эти 3-4. Но там не написано, что для Молдовы не характерно или да, внедрять смешанную систему. Они никогда-то не скажут. Они просто дадут рекомендацию и скажут, будете принимать во внимание то, будем считать, что закон соответствует демократическим нормам. Вот давайте дождемся. Хорошо, 16 июня Венецианская комиссия даст свое заключение. Да, давайте дождемся этого виза, этих рекомендаций. Я вам говорю, что в этом и наша партия, и в смысле демократическая партия, что мы обязуемся все вот эти рекомендации как бы включать, выполнить в эти, которые они будут улучшать этот законопроект. Хорошо, а если Венецианская комиссия выскажется против? Я вам еще раз говорю, она не может говорить за или против, потому что избирательная система в любой стране Европейского союза, европейской стране, она является, европейской системой является, как бы, главный демократический статус этой страны, первое. Второе. Каждая страна имеет право самостоятельно определяться, по какой системе ей надо идти дальше. Они скажут, есть даже на уровне Европарламента сейчас, которые еврочиновники говорили насчет этого 100 миллионов евро, которые были отложены на неделю, на две или на месяц. Поэтому надо смотреть в контексте для того, чтобы гражданину было лучше избирать политиков, которые будут им представлять интересы законодательных органов. Хорошо, 5 мая, госпожа Абулькина. И мы слушаем гражданин. Граждан, вот говорил господин Варданян, правильно, есть вопросы, люди говорят, люди хотят изменить, и мы должны прислушиваться к этому. Есть вопрос, есть то, есть другое. И люди вам скажут, да, мы хотим иметь своего депутата в округе Огнец, или избирательного одномандатного оттуда, или оттуда. Давайте перейдем на это. Хорошо, 5 мая глава юридической комиссии госпожа Абулькина сказала, что в течение пяти дней будет представлен какой-то общий, Гелецкий говорил, что будет комиссия. Есть, была комиссия, все есть. А между кем она создана? В первом чтении, когда мы голосовали в первом чтении с нашими коллегами из социалистической фракции в парламенте республики Молдовы. Есть рапорт у комиссии, все есть. Есть на сайте парламента, и там все было высказано. И 98% был взят за основу проект закона коллег из фракции социалистов, который предусматривает смешанную систему. Там только было исключено. Три момента. Это то, что мы говорили в начале передачи. Это право граждан отзывать через голос мандат депутата. Это надо изменять конституцию. Мы не отказываемся от этого идеи. Просто надо идти изменить конституцию, потому что нельзя отзывать его так. Просто потому, что он предусматривает, закреплен в конституцию. Второе. Мы исключили оттуда голосование два дня. Исключили. И исключили оттуда. И пере, по-моему, изначально было 51,50. И мы сделали 51 по округам и 50 по спискам. Поэтому вот это тема. И на встречу с Венецианской комиссией мы это все сказали, что уже этого в законе нет. И они так говорят, как? Мы все это убрали. И один из членов комиссии, делегации Венецианской комиссии говорит, так, как идею нам бросили. Говорит, а почему вы не переходите на модели бальтийских стран? Там есть по открытым спискам. У них идут все эти страны, Литва, Латвия и Эстония. Говорю, посмотрим. Если не пойдет эта система, можете перейдем на открытый. Но на данный момент для Республики Молдова мы видим вот так, смешанную систему, которая... И консенс... А, и вот они говорили за этот консенс. И консенс. То есть те шаги, которые вы делаете, вы делаете в консультациях с членами Венецианской комиссии, правильно я понимаю? Конечно, конечно. И консенсум, широкий консенс. Смотрите, 74 депутата и 101, это почти 70%. Самая большая партия оппозиции, которой вот говорил коллега, партия социалистов. Еще и вот эти 10 депутатов, которые представляют сейчас партии, фракционная партия популяра европе, но который возглавляет господин Гелецкий. Вот еще там есть еще. Кто не голосовал? Не голосовал 5 депутатов по ЛДМ, 7 коммунистов и 10 либералов? У меня есть вопросы также к господу Гелецкому были, но, к сожалению, его нет в стране. Я думаю, что мы в следующий раз обязательно с ним пообщаемся. Господин Бартанян, вам есть что добавить по внутреннему, по изменению, по процессу изменения законопроизводства? Смотрите, еще в тот день, когда партия социалистов вышла со своим проектом смешанной системы, я на одной из передач сказал, что, к сожалению, мы должны понимать, что у этой власти, у демократической партии есть мандат от Запада. И мы понимаем, что при всем, при том, сколько бы социалисты не были бы против, сколько бы не были бы против другие оппозиционные партии, действительно, венецианская комиссия не может и не должна, по-хорошему, вне зависимости от какого бы противника, не должна диктовать ни одной из стран, что им делать. Она может высказаться относительно технических возможностей и технических рекомендаций. И в этом как бы это действительно так. И более того, я уверен, что венецианская комиссия не будет рассматривать ГГУские прецеденты, потому что это внутреннее дело любого государства, это внутренняя специфика. Более того, в нашем, еще раз я хотел бы повторить, я все-таки, чтобы наши зрители понимали, что смешанная система, наш проект смешанной системы, который предложил Игорь Дадон, он кардинально отличается от просто деления 50 на 50. Мы хотим увеличить и усилить роль и диаспоры, и Приднестровья. И это в том числе наша политическая программа. Мы хотим, чтобы люди, которые проживают в России, а их сотни и сотни тысяч, более 500 тысяч только официально, они имели свое представительство. Мы хотим, чтобы приднестровцы, это от 200 до 250 тысяч граждан, которые имеют молдавские паспорта, тоже имели свое представительство. Ни в коем случае, если проект, который предложили демократы, какой-то образом оставляет так, что несколько депутатских мандатов в их проекте, неважно, как он назывался, были бы пустовали, социалисты не поддержали этого. Мы хотим, чтобы парламент был полным, чтобы парламент представлялся как партийными списками, то есть партиями, так и людьми с регионов, и в том числе и с диаспорой, потому что есть целый ряд ярких людей, которые неподкупны, и в том числе и в вашей партии, целый ряд примаров. Не надо заботиться о нашей партии. Я не заботюсь, я говорю, что вы как есть. Я говорю, что вы как есть. Я правильно понимаю, господин Варданян, вы считаете, что 16 июня Венецианская комиссия выскажется позитивно по этому законопроекту? Вы думаете так? Я не могу говорить за Венецианскую комиссию. Нет, но вы говорите, что есть какой-то карт-бланш, есть какой-то мандат, вы беседовали, вы общались, вы начали дискуссии, об этом сказали. Нет, я могу лишь сказать, что с Венецианской комиссией каким-то образом, категорическим образом, я не знаю, как она может, но действительно я не вижу, как Венецианская комиссия может сказать, нет, вы не можете изменять избирательную систему, потому что мы так хотим. Они могут сказать, да, вот этот пункт, он плохой, вот этот пункт не сходится по тому или или иной законодательству и так далее. Если это будет какой-то категорический, по всем пом audience скажет, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, и тогда уже парламент заберется, и социалисты будут так же говорить, давайте заканчиваем эту историю и идем поправиться в пропорциональной системе. И все. Я вас поняла. Спасибо, господин Кашев. Дай мне 30 секунд реплику. Я вижу, читаю этот документ. Естественно, они говорят, дают негативную оценку и не рекомендуют в марте 2014 года внедрять в Молдову смешанную систему. Это официальный документ Венецианской комиссии. А так и написано? Так и написано. Что надо читать? Это на английском. Вы английский не знаете? Что? Не знаете английский. Не, я знаю, но это передача на русском языке. Я не переводчик здесь. Но я вам дам, и вы пропустите. Это официальный документ. Хорошо, хорошо. Вы знаете? В републике Молдову не изменять, не перейти. Что вы считаете? Негативную оценку. Вы не ведите заблуждение. Вы говорите правду. Господин Савгородный, я правду говорю. Я дам всем слово. На встрече в Страсбурге и здесь с господином Маркетом, Томасом Маркетом, Я цитирую его, что он сказал. Мы скептически относимся к нужде изменения электоральной системы на этом этапе в республике Молдова. Почему? Потому что они дают нам негативный опыт наших соседних стран, Румынии и Украины, которые отказались от одномандатной системы. Почему? Потому что это поощряет коррупцию, потому что это делает более сложно для госинститутов преслеживать деньги. Но в Украине смешанная система. Смешанная. Вот эту часть, они очень негативно, и, наверное, они уже избавились, румыны однозначно и украинцы, по этой системе. Но, вы знаете, у нас отсутствует верховенство права. И на сцене, господин Загородный, я помню, что я требовал и что я кричал. Я не про вас говорю, я выгрышу вас. Ничего, я вам скажу, по моему личному опыту и про партию, которую я представляю. Мы требовали верховенства права. Мы требовали демократических норм, и мы этого требуем. Потому что по отношению к нашей партии, да, наши люди сидят в тюрьме, барсетки демократической партии идут к нашим местным избранникам. Но это другая, это как консеквенс, как консичинцы этого захвата. Это как последствия захваченного государства. То есть, дорогие мои, еще раз, что люди хотят? Я вам дал отличный пример. Если спросить людей, хотите смертную казнь, они скажут, что они хотят. Вот если спросить, вместо того, чтобы избавить наших детей от отравления в детсадах, спросить, какую избирательную систему вы хотите? Смешанную, пропорциональную, мажоритарную. Что это решит в этой системе, в этом королевстве плохотнюка? Это изменит благосостояние гражданина? Это как-то улучшит нашу систему образования, медицинскую. Какая тут связь? Да никакая, ребят. Нет. Просто, господин Кашу, я вам что хочу сказать, что с большим уважением отношусь к вам лично. Но ваши оппоненты, к сожалению, вы сегодня, к сожалению или как, я не знаю, но вы сегодня причислены к господину Настасе, к господину госпожи Майсанду. Причислены в том плане, что вы единымышленники в этом вопросе. Это партия коммунистов. Это субъективный вывод. Я был в Страсбурге. Но сегодня ваши оппоненты, извините, ваши оппоненты, к чему я хочу завершить свою мысль, постоянно апеллируют и говорят, что господин Настасе, госпожа Санду постоянно требовали изменения в какой-то момент избирательной системы. Я завершу просто. И то же самое они сейчас говорят, что для каких-то политических бонусов, для какого-то политического пиара, они сейчас устраивают акции, протесты и так далее. Это вы цитируете, извините, пожалуйста. Я цитирую ваших оппонентов, так же, как я и цитировала оппонентам ваших коллег. Я представляю нашу партию здесь, да, и мы сделали единый фронт с шестью оппозиционными партиями. Мы подписали этот документ, что мы категорически против всяческих изменений в электоральную систему. Этот документ, очень важный политический документ, я представил в Страсбурге, чтобы показать, что несмотря на манипуляцию режима, несмотря на гюбельскую пропаганду режима, несмотря на роль Чипандаэла партии социалистов, ну, извините, все-таки есть солидная часть молдавского общества. Какая солидная часть? Сколько процентов этих пяти партий? Есть солидная часть, ну... Ну, сколько? Ну, 10% на пять партий? Ну, что солидное? Через три недели мы собрали тысячи человек. И мы предложили тоже, и мы предложили тоже Игорю Дадону подписать. Не одна партия из подписателей не проходит по вами. В чем солидность ваша? Не, вы думаете о вас, господин Вартанян. Я думаю о наших избирателях. Не надо быть маленьким Терезой, не надо так. Я думаю о наших избирателях. То же самое, мы общаемся с людьми, мы представлены на местном уровне, мы решаем проблемы. Мы не говорим о флагах и о вас в артибасе. Мы конкретные проблемы людей каждый раз, каждый день решаем. Отлично, молодцы. Хорошо. Да, но при чем это ЧПДЛ? При чем это ЧПДЛ? Это спасательный, это метафор. Ну, не нравится, не нравится. Ну, это спасаем плохой человека. Послушайте, ничего мы не спасаем. Спасаем плохой человека. Для ваших поездок в страны, с кем вы встречались? Вы знаете, имена с кем вы встречались? То есть Маркерт, Кресс местных властей, которые отвечают за местные избранники. Дальше. Комиссар по правам человека. Где оппозиция руководства Европейского Союза? Не путайте европейские... Да потому что... Европейский Совет с Европейским Союзом. Это же элементарно. Хорошо, хорошо. Господин Баркет, это в Брюкселе. Господин Баркет, это в Брюкселе, не путайте, пожалуйста. Вы выступаете за вступление Молдовы в Евросоюз? Ну что это, что это за вопрос, господин Закомон? Нет, просто я спрашиваю. Ну да, это не имеет отношения к теме нашего обсуждения. Да, хорошо. Подождите, я же вас не перебивал. Вы так... Ну я модератор программы. Извините, но я модератор программы. Вы говорите, что вы бываете в Страсбурге, в Евросоюз. Так вы выступаете за того... Вы устроили террор над местными избранниками. Вы убиваете мэра Бессарата. Я прошу, мы должны... Режим убивает. Вы посмотрите, что вы делаете с нашими людьми. Вы должны продолжить продолжить наши темы. Я же уже спрашиваю, вы успокойтесь. Я очень... Чай нету, чай успокаивает. Я очень... Продолжение нашей беседы, я, уважаемые коллеги. Вопрос простой. У нас остается очень мало времени. Да? Молодец. У нас остается очень... Я даже не выслушал ваши вопросы. Очень мало времени. Я хотела бы задать... Нет, я вам другие вопросы. Ильяна, вот скажи, можно ты, да, мы с тобой коллеги в муниципальном совете в одной... Ты выступаешь против того, чтобы диаспора в России и в Европе имела свои действия? Нет, это тактика социалиста. Нет, стоп, стоп. Это тактика социалиста. Это конкретные вопросы. Мы оставляем это вопрос Игоря Датона. И мы в захваченном государстве. Плохотнюк поклопается. Освобождайте его. Вы уже год готовите покрышки, чтобы освободить их. Я хочу выявить тебя. А вы с Атос, Плохотнюковым, что Рената не вернулись. Даже в Москву послали журналистов, чтобы идти в ваш... Мы, кстати, господин Вартанян, мы голосовали и поддерживали вашего лидера. Спасибо. А потом он... Нет, не сказав, что... Он оскорбил ваш лидер. Нет, это... Уважаемые, уважаемые гости. Нет, ну нет, чем в парламенте. Я хочу задать вопрос. Там, возможно, нужны партнеры. Серьезно? Вор, какое заявление. Дорогие... Мы до сих пор считали, что... Такое заявление. После того, как оскорбили все... Я прошу, есть вопрос телезрителя. Олег Салович Очереднюк задает вопрос. Я, наверное, адресую его каждому, потому что... Коротко по минуте попрошу ответить каждому. Почему? Потому что он не пояснил, кому. Согласны ли вы с имеющимися у части экспертов мнением, что при всем уважении к народу, все же часть электората не готова к киносистеме выборов, кроме той, как нынешней пропорциональной, той есть у значительной части населения, есть недостаточная политическая грамотность и ответственность, и их мнение можно легче манипулировать при переходе на иную избирательную систему. То есть, как я понимаю, господин Очереднюк спрашивает, уверены ли вы, что наше население, наш народ обладает определенной политической грамотностью и готов ли он морально перейти к изменению избирательной системы. Кто начнет отвечать на вопрос? Вы знаете, у нас в стране в 90-е годы была такая уже система избирательная. Мажоритарная была система, когда избирались по округам, была система. И люди это помнят очень хорошо. Поэтому я думаю, что для человека, имея те, которые спрашивали, сделали опросы, которые высказываются за изменение избирательной системы, когда его спрашивают, вы выступаете за нынешнюю систему или вы хотите перейти на одномандатную, или на смешанную. Очень, я думаю, что люди помнят в 90-е годы, как к ним ходили, к избирателям, как к ним ходили. Они знали, вот от этого округа был избран такой-то депутат. Все помнят. Поэтому я отвечаю, что люди у нас не такие уж глупые, как и считают. Они знают, что такое смешанное, что такое одномандатное, что такое пропорциональное по спискам. Поэтому я уверен, что люди наши, когда делают опросы, когда подписываются под каким документом, они же знают. Они очень ответственно к этому относятся. Поэтому была информированная такая компания по телевидению, и ролики, и бильборды. И все это было очень ясно высказано людям. Поэтому вот когда коллега говорил, что 1,3 говорит так, 1,3 так, 1,3 так, но меньшие проценты, я правильно говорю, меньшие проценты выступают за нынешнюю систему. За нынешнюю, чтобы она осталась так, как есть. Они все хотят ее изменить. Как уже политический класс должен определиться через эти, уже один закон, давай не будем говорить два, потому что есть только один закон. И я вам скажу один пример. Не надо кричать, не надо стя. Это люди все знают нас, каждого из нас, и каждую партию, которую мы представляем. Я был тоже не в Страсбурге, а в Брукселе. Два года назад. Перед тем, когда были выборы в Великобритании. И у нас были встречи тоже с европарламентариями, говорили, рассказывали на уровне комиссий, комитетов, как они называются. Я спросил лично у одного депутата из Великобритании. Я говорю, вот в вашей программе было такое обещание англичан, что если вы придете во власти, вы сделаете референдум, Брексис, то, что сейчас произошло, по вопросу о выходе из Евросоюза. Вы это сделаете? Он говорит, да, мы это сделаем. Мы обязаны это сделать, потому что это было в нашей программе. Если мы это не сделаем, будет этот позитивный, мы обязательно это должны делать. Потому что люди, избиратель наш, если мы это не сделаем, на следующий выбор просто за нас не будут голосовать, просто за нас. И они это сделали. Негативно, позитивно. Поэтому я к чему-то говорю. Если в программе у кого-то из партии есть, давайте научиться свои программы и то, что мы обещаем избирателю выполнять. Есть в программе? Давайте сделаем. Нет в программе. Выступайте на сцену, вы отвечаете за свои слова. Я поняла вас. И я поняла вас. Спасибо. Господин Кашу? Ну, господин Загородный даже не захотел извиниться, потому что это пропаганда двухмесячной демократической партии. Главный стержень был право, право избирателя отозвать. Почему я должен извиниться? Когда? Потому что по новой системе уже нет этого права. Ну, не перебивайте меня, господин Загородный. Я же выслушал вас. И ваш пример с британским парламентарем. Я вот очень внимательно выслушал. Не перебивайте меня. Вы сделали мне замечание. То есть, мы еще раз говорим о том, что в условиях, когда нету диктатуры закона, в условиях, когда плохотнюк решает все, в условиях, когда институты правопорядка в нашей стране под тотальным политическим контролем, это изменение не имеет смысла. Я отвечу прямо на ваш вопрос. Естественно, я уважаю своих сограждан. Естественно, люди понимают. Естественно, я тоже общаюсь каждый день. Я пользуюсь общественным транспортом. Я очень много хожу пешком по Кишиневу. И по стране тоже общаюсь с людьми. То есть, люди знают, что эти изменения, которые нам преподносит демократическая партия и ПСРМ, даже смешанная система, она не улучшит ни на йоту благосостояние обычных граждан. То есть, не имеет ничего общего с этого, не имеет общего с консолидированием молдавской, хрупкой молдавской демократией. Абсолютно ничего. То есть, это играет на руку одному актеру, председателю демократической партии Владу Плохотнику. А социалисты помогают просто Плохотнику в этом, чтобы удержаться у власти. Спасибо. Я вас поняла. Спасибо. Господин Варданян. Очень коротко. Я открою небольшие скобки. И в том числе, может быть, не все слышали об этом. В том числе, сегодня в день интервью Европы Либера, господин президент, я об этом тоже, по-моему, говорил. Дело в том, что когда демократы предложили одному дату в систему голосования, в куларах и парламента, и вне парламента, многие из тех, которые сегодня протестуют перед парламентом, представители и правых, и левых партий, подходили к нашим депутатам на всех уровнях, и тихо, и просили, добейтесь хотя бы смешанной системы. Пожалуйста, не допустите демократов, не допустите одному датной системы, потому что они все понимают. Я вас прошу. Поэтому, это первое. Второе. Что касается людей. Имена конкретно. Давайте говорим. Не надо. Без имен, да? Подходили, но без имен. Что касается людей. Я не подходил. Ну, вы не подходили. Ни Рената, ни никто. Хорошо. Что касается людей. Задача политиков рассказывать и объяснять людям, что происходит и что меняется. Я не соглашусь с Ильяном в том плане, что не изменится. Люди хотят изменений. Люди хотят изменений политического класса. И люди хотят, чтобы в парламент пришли новые люди, в том числе и новые политики. И это камень в огрод, в том числе и властей последних семи или восьми лет. Люди хотят, чтобы в парламент пришли, и в том числе и внепарламентские партии. И, к сожалению, опять-таки, мы все прекрасно понимаем, что сегодняшние так называемые протесты, это политические протесты тех партий, у которых проблемы с повесткой дня. За последние полгода, восемь месяцев, мы ничего не слышали ни о Майе Санне, ни об Андрее Анастасии. К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин, также и у партии Рената Усатова тоже проблемы с политической повесткой дня. Но мы должны различать политические протесты, так называемые, которые просто в том числе и сделаны для того, чтобы напомнить о себе, что они существуют, от реальной повестки дня граждан. Мы, партия социалистов, в отличие от других внепарламентских партий, у нас есть обязательства перед нашими гражданами, у нас есть программа. И еще раз я прошу, чтобы люди понимали, мы поставлены на такую ситуацию, когда нам нужно действовать, и когда нам нужно противодействовать в том числе и ситуации. И мы хотим использовать этот момент, чтобы улучшить проблемы, которые у нас были из выборов в выборы. Начиная от того, что парламентские списки удаляют какую-то партию, к сожалению, из-за того, что у нас проблемы с несовершенствованной демократией, с тем, что Плохотнюк защитит государство. Да, это... Вы согласны со мной. Все согласны, это мы знаем. И заканчивая тем, что проблемы со студентами были, и проблемы с диаспорой, в том числе и про западную диаспору, которая столько просила Санду и столько жаловала. И проблемы с тем, что сотни тысяч людей в России не представлены. И самое главное, в том числе, одна из главных проблем, это то, что мы сможем посредством участия Пренестровья начать реальную интеграцию страны. Потому что 250 тысяч человек с молдавскими паспортами не представлены в законодательном органе. Это неправильно. Я поняла ваше мнение, господин Вартанян. Спасибо. К сожалению, мы уже превысили лимит нашего эфира. Но все же я хотела бы, чтобы очень коротко каждый из вас высказался. 14 мая прошли протесты, протест, который проходил перед зданием парламента. Очень разные мнения также об этих протестах, об этом митинге. Многие говорят, что это было просто гражданского общества. Некоторые говорят, что за этим гражданским обществом стоят определенные политические силы, которые пока не хотят выходить на аванс сцену. Кто-то говорит о десятках тысяч. Кто-то говорит, что такого количества даже близко не было. Кто-то говорит, что разные есть слухи. Кто-то говорит, что будет продолжение. Кто-то говорит, что продолжение этих акций протеста не будет. Поэтому я очень хотела бы, чтобы каждый из вас дал краткий комментарий по поводу оценки этого мероприятия, которое прошло 14 мая. Будет ли вообще нарастать протестное движение? Как оценивают это протестное движение? Есть ли у него какой-то определенный потенциал? Ну вот, кто первый хотел бы прокомментировать? Вы, господин Кашков. Вы знаете, куда вы возьмете такие источники, вот такие вопросы? Я напрямую, я ресурс для вас, в вашей передаче. Я напрямую участвовал в этих протестах. В этом мы. Высказался очень оскорбительно по отношению к этим протестам. Но там граждане Республики Молдова. Часть власть там реально действительно согласен. Там граждане Республики Молдова. В первую очередь госпожа Дудогла. Я гражданин этой страны. Демогла. Демогла. О, Демогла. Я гражданин этой страны, и это фундаментальное мое право и обязанность участвовать в таких протестах. И протестовать мирно, демократическим образом против беспредела властей. Так получилось, что вначале... Сколько там человек было, по вашей оценке? Давайте мне высказать. Вы же не член социалистической партии, чтобы перебивать вопросами. Я не член, никакой партии. Очень хорошо. Там вышли граждане Республики Молдова. В это воскресенье молдавское государство мобилизировало все силы против нескольких тысяч мирных граждан, которые вышли высказать свое мнение. Негативное мнение по отношению к тандему Дадон-Плохотнек, изменить электральную систему. Там были сибовцы, там были вооруженные спецназы. Для чего этого? Для чего это? Если у режима есть консенсус, если в парламенте все нормально, почему мобилизировать? Вот вы это не цитировали. А я поставил, документировал все на Фейсбуке. Автоматы Калашникова, все, что хотите. Сибовцы прослушка, медиахолдинг режима, который ищет негатив и провоцирует мирных граждан. Вот эти аспекты вы тоже должны затрагивать. В конец, в конце этой недели наша партия организует уже партийные протесты. Я вам скажу, что в учебниках политологии для первого курса политические партии, нет. Это часть гражданского общества. И роль политических партий мобилизировать граждан для каких-то экономических, социальных... Но в этом протесте не было ни одного политического лидера, который... Нет, это протест гражданского общества, которым нормально политические партии поддерживали. То есть мы мобилизировали своих сторонников как граждан Республики Молдова. Это конституционно, это правильно, это демократично. Вот в этом русле я вам объяснил флешмобы, протесты, и что... Ну вот, например, есть просто момент, ну вот господин Рожка, он проводил свои протесты. Но он проводил как лидер партии. Я вам объясняю, Нин, что в конце этой недели на юге и на севере, в Камрате и в Бельсах, мы уже как партия проведем протест-антирежим, будем протестовать против смешанной системы ПСРН-ПД. Вот это у нас будет... От партии. Как в партии, это нормально. В каждой демократии это нормально. Партии имеют право мобилизировать людей для каких-то политических церков. Хорошо, вы говорите, что 14 мая был гражданский протест. Эти протесты продолжатся? Они уже объявили публично гражданские лидеры, что 28-го планируется другой протест в центре Кишинева. Я это слышал публично, это уже официально. А удалось ли митингующим к чему-то прийти 14-го числа? Что вы имеете в виду? Я считаю, что протест, гражданский протест был успешным. Я считаю, что протест был успешным, что мы сумели, несмотря на препоны и на преграды режима, что не было железнодорожного сообщения, что останавливали автобусы, что была полиция, что были провокаторы от 5-го и 6-го управления полицией среди нас. Все равно процесс удался, люди собрались, мы высказали свое мнение. Это демократия, это наше конституционное право. И нам этого удалось. Хорошо, спасибо. Если вам больше нечего добавить по этому вопросу. Хорошо, господин Вартанян. Партии социалистов, представители партии социалистов не были на протесте 14 мая. Правильно понимаю? Не были. Не были. Ну, давайте так. 5 партий в течение 3-х недель собрали 1500 человек. Там были, кстати, до этого были флешмобы, на которых происходили очень непонятные вещи. Я как бы не очень понимаю, как. Непонятные и неприятные для тех же некоторых партий, которые там присутствовали. Когда, по-моему, 7-го, во время одного из флешмобов, или когда это был пробег, автопробег, когда сначала представители одной из партий, по-моему, Дима Чумашенко, высказывались за автопробег, ехали в машине, там, коммунисты, и потом шли на этот протест, и когда машины проезжали мимо этого протеста, протестующие показывали фигуру из одного пальца. Ну, как бы я не буду ее показывать, но я думаю, вот этот палец только... То есть, а вас отцу только радикализм содержали? Нет, стоп, 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 настолько неоднородные там люди. Там есть люди, которые протестуют, которые были в правительстве Филата, получали очень хорошие зарплаты, как консультанты, люди, которые... Как его зовут? Дмитрий Алайба, по-моему. Человек, который при Филате работал консультантом Филата и обещал нам всем, что банк этой экономии будет... Все будет с ним нормально, он не крякнется. Там есть как бы люди... Ну, организаторы протеста, это люди, которые вот на спец конференции ИПН из 8 человек, 4 человека, это прямые стипендианты Сороса, начиная от Барбароши, Макавей, или Грибовец, или кто. То есть, 4 человека, 4-5 человек Сороса, а остальные... То есть, там нет ни одного человека из организаторов протеста, который не сидит на западных деньгах. Очевидно, эти протесты созданы для того, чтобы как-то реанимировать и оживить Майя Санду и ввести ее обратно в политический дискурс. Потому что за 6-7 месяцев как бы не было ничего. Наконец-то партия Ренат Усадова, наша партия поняла, что в принципе, как бы, ну, с ними не по пути, они попытаются сделать какие-то партийные протесты. Будем поддерживать и гражданские... Это наша официальная позиция. Ну, и право организовать свой протест. Это нормально, господин Вартанин. Отлично, я просто не понимаю, против чего они протестуют, но как бы это и право. Против тандема Дадона Плохотнюка. Нет никакого тандема. Против тандема менять господин Вартанин и рейтаральный систему. Они протестуют против того, чтобы... Против сговора. В сговоре в менять электронную систему. Получается, это очень... Усады против того, чтобы диаспора из России представлена была в парламенте. Усады против того, чтобы пренестровцы были представлены в парламенте. Усады против того, чтобы студенты голосовали по месту голосования. Не надо манипулировать. Нет, я просто спрашиваю, если у Дадона Плохотни правильно говорит. Дадон за то, чтобы давить, чтобы усадый остался. И давить... Стоп. Причем тут Дадон и усадый? Нет, ну не надо такими вопросами за то, что мы против сговора. Мы говорим о системе голосования и о проекте, который мы продвигаем. Наш политический проект. Еще детали никто не знает. Не было публично. Хорошо, очень просто, очень мало времени. Господин Вартанян, есть ли у этого протестного движения какой-то потенциал? Я считаю, что нет. Почему? Причем при всем уважении к большой части людей, которые искренне туда ходят. Потому что частью манипулируют, частью верят, что они действительно идут. Я объясню почему. В том числе и согласно опросам, когда треть людей всего лишь из общего числа поддерживают нынешнюю систему, а остальные 60 совокупно поддерживают изменения. Люди хотят изменений, люди хотят новых людей. Но, еще очень важный момент. Если, когда зарождались протесты в 2015 году, в 2015 году был ясный и понятный лозунг о возврате миллиарда, который все еще стоит на поместке дня и еще идут процессы, то сейчас, к сожалению, чисто с политтехнологической точки зрения, я абстрагирую себя от партии, от нашей, я не знаю, откуда браться этому протесту увеличение, потому что действительно большая часть людей, она устала видеть в парламенте неизвестных людей по партийным спискам, и они хотят видеть своих представителей. То есть вы считаете, что люди в основном устали от ситуации в стране, а не от... Люди частично в том числе и устали от невыполнения обязательств, а в той части особенно свержения, революции, покрышек и так далее. К сожалению, у нас тоже есть в парламенте, который никто не знает. Так, они устали от действий в парламенте. Да, господин Артоненко, вы же представлены, и вы, и вы, и офицеры того, что нас исключили из страны. Люди ждут уже целый год свержения Плахотнюка. Уже вот в каждую неделю ваш лидер говорил, что он приедет и свердет движение. Я попрошу, на время не остается, к сожалению, очень мало, я хотел, господин Загородный, в завершении... Люди не верят на протесты, из-за вас. Люди верят на Дону. Господин Партаненко, а вы по теме что-то хотите добавить? Я вас поняла, тогда вашу позицию. Господин Загородный, где вы были 14 мая? Что? 14 мая, вы помните, где вы были? Вы наблюдали за протестами? Конечно, был дома. А где мы еще ходили? Ну, вы как-то наблюдали за протестным движением? Да, наблюдал, даже интервью дал. Какое ваше общее впечатление? Вы знаете, почему вы не спросили? Я у всех спросила. Нет, вы не спросили, только меня. Я спросила у господина Вартанена, только что какое его мнение есть в потенциалу протестного движения. Я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что с момента, когда в одной стране протестуют, имеют право на протест, имеют право высказываться на собраниях, имеют право критиковать, даже не критиковать такими словами, как критику политическую, критику персональную, обзывать. Я думаю, что это нормально в демократической стране происходит. Они захвачены, как вы господин Кашу говорите, и говорили в процессе этой передачи. Поэтому о никакой захваченной государстве не может быть речи. Потому что с момента, когда человек высказывает свое мнение, он высказывает и на площади, и в кабинете, и на телевидении, и повсюду, значит, это никакое. И за вами полиция не придет, не беспокойтесь. Им не штрафуют, это и не штрафуют. Не надо лугавить. У нас есть феномен политических заключенных. Я бы вижу, времени остается очень мало, а времени остается очень мало. Поэтому то, что вы собрали людей на площади 14 мая, это очень хорошо. Это доказано, что в Республике Молдове есть демократия. Да, это первое. Нет, за спиной этих гражданского общества стояли политики, лидеры партии. Мы видели, я видел их по телевидению, когда были транзит. И была и Майя Санду, были и многие. И Гриша Апетренко, там еще кто-то был из этих политических партий, лидеров политических оппозиционных партий. Но, здесь я вам хочу сказать, что вот то, что число людей на площади было столько-столько они были, это часть, даже не третья, это очень малая часть людей, которые хочут оставлять нынешнюю избирательную систему, которая есть. В остальном 60-70% избирателей хотят, чтобы избирательную систему в Республике Молдова должно измениться. И мы, политики, должны это сделать. В консенсусе большинством депутатам парламента, как было проголосовано в первом чтении, для того, чтобы люди поняли, что они хотят, и политики слушаются их требованиям. Потому что, если был бы митинг такой, даже если он, как вы говорите, допустим, от гражданского общества, вы должны в конечном итоге выйти с какими-то требованиями передоставить. Никакого документа не было. Напоминает тому, что тогда я говорил, что было требование в 15-16 годах, когда протестовали другие под знаменами Андрея и Анастасия. Тогда было и требование. И мы прислушивались к этим требованиям людям, и все, идем по нарастающим. Поэтому я еще раз говорю, оцениваю протесты как последний такой спасательный круг для оппозиционных партий, парламентских, непарламентских. Для того, чтобы они как бы привели к себе внимание, чтобы вот мы еще есть, мы еще живем, вот мы тут. Поэтому продолжайте протестовать мирно, потому что то, что вы говорили сейчас, что поли... Конечно, полиция должна как бы следить за порядок, чтобы они... С калашниками. Да не с калашниками. А вы видели, как происходит... В нашей стране такого не было еще. Как происходят митинги в других странах европейских. Там начинается с мирными, заканчивается с этими газами. Поэтому я говорю, что полиция была там для того, чтобы обеспечить безопасность, чтобы обеспечить порядок, чтобы следить, чтобы не получилось, как 7 апреля. Тогда никто ни за что не отвечал, когда перешли эти все протесты, в чем-то госпереворота привели. Поэтому полиция сделала свою работу и никого не арестовала, никого не несла. Я вам желаю удачи в дальнейшем протестовать. Последнюю короткую лепеньку. Короткую, очень раз. Но я вам обещаю, что парламент будет прислушиваться к всем этим рекомендациям Венецианской комиссии. И закон будет принят так, как положено. Я хочу, чтобы Настасия и Майя Санду обратились к тысячам своих сторонников по всей Европе, которые приезжали на избирательные участки. Им не хватало ни бюллетеней, и избирательные участки закрывались. Я хочу, чтобы в том числе Ренат Уссад обратился к десяткам, сотням, тысячам россиян, которые приезжали на избирательные участки. Не надо так манипулировать, господин Швартан. Ну хватит, люди ждут. Потому что они сегодня протестуют. Нет, стоп. Я просто хочу, чтобы люди напрямую обратились к темам. Не надо так. Дорогие телезрители, я благодарна каждому из вас за интересную беседу, за исчерпывающую ответ. Привет, и я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире программы «Главное». Гостями были представители партии социалистов Стас Вартанян, представители партии «Наша партия» Илья Анкаш, а также представители демократической партии Анатолий Загородный. Я напоминаю, что впереди вас ждет очень много интересного, о чем расскажут мои коллеги. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин